друзья всем привет с вами владимир шейм сейчас 3 часа 20 минут я лечу из турции из аэропорта таламан в украину поэтому в этом видео друзья я вам покажу что нужно делать и как пройти все процедуры в аэропорту таламан когда вы летите из турции домой погнали а друзья и небольшое отклонение от темы видео для того чтобы дать вам пояснение значит вылет у нас был 6 часов утра трансфер заехал в отель за нами в 2 часа ночи я всю ночь не спал и был сонный поэтому в этом видео диалог мой получился медленный и местами вялый ссоре но переделывать видео нет возможности а об удобном и неудобном времени вылетом мы поговорим с вами в другом моем видео значит друзья как только вы приехали как вас привез операторов аэропорт естественно вы заходите в сам аэропорт и проходите процедуру контроля безопасность тут я снимать не буду потому что снимать нельзя как только вы прошли контроль безопасности смотрите значит на мониторах ваш рейс моем примере значит я лечу на авиакомпании azure air у нас рейс 542 отправлением 6 часов утра стоечки регистрации 77 кире 80 и идем к этим стоечкам для того чтобы пройти регистрацию на рейс друзья на регистрации мы сдаем багаж и получаем посадочные колонны то есть те билеты уже с номером кресла на котором вы будете лететь в самом самолете друзья аэропорта ломана он совсем принципе небольшой поэтому я не знаю сложности еще ни у кого не возникало потому что даже в аэропорту анталии который немного побольше и посложнее чем сам доломан еще ни у кого с этим проблем не возникало тем не менее естественно я вам показываю все абсолютно как это происходит сейчас мы идем как вы видите по залу где находятся эти стоечки регистрации их много наша . наши стоечки вернее 77 78 79 и 80 вот очередь которая большая и тут мы будем проходить нашу регистрацию значит как вы подошли к очереди если вы первые идете то естественно подходите к этим стоечкам и проходите регистрацию при регистрации друзья можете попросить хорошие места значит друзья на регистрации вы сдаете багаж вы даете свои паспорта сначала вы их показываете через стекло кабинки за которой находится сотрудник аэропорта после того как вы показали свои паспорта вам нужно отсканировать свои паспорта но только пластик там где указан ваш код паспорта после того как вы отсканировали свой паспорт вам выдают посадочные талоны значит смотрите как они выглядят вот наши посадочные талоны у нас места 38 аж 38 g вот значит они отрывные вот это большая часть забирается в аэропорту а вот меньшая часть там остается у вас смотрите значит на моем посадочном талоне прикреплено две бирочки от багажа который мы сдали они маленькие вот так они выглядят и после того как вы сдали ваш багаж получили посадочные талоны друзья проходим паспортный контроль в общем смотрите как это все выглядит на паспортном контроле вам опять нужно будет предъявить свой загранпаспорт и стать напротив камеры либо сканера в общем что это за штуковина я точно сказать не могу но процедура занимает секунду времени но если вы будете в головном уборе его нужно будет обязательно снять друзья и сразу за паспортным контролем происходит таможенный контроль там вам нужно будет если у вас есть какая-то мастерка кофта снятие положить свою ручную плать и все приборы устройства телефоны айкос и тому подобное в лоточек который проедет через сканер а а вы пройдете через кабинку с металлодетектором после этого вы попадаете буквально сразу в зону duty free где вы можете купить себе чего-то в этом торговом центре ну и принципе друзья после того как вы прошли все эти процедуры вот нужно идти в день откуда у вас будет отправление домой смотрите друзья вот он duty free монитор у нас рейс ю у 542 авиакомпании azure air мы летим харьков гейт 40 а принципе если вы справились люди free можете направляться в свой гейт именно у нас гейт 40 а у вас может быть другой гейт поэтому внимательно смотрите за информацией на этом мониторе друзья для того чтобы вам было понятно где находится тот или иной гейт в аэропорту есть вот такие подсказки еще раз вам напоминаю в нашем случае гейт 40 поэтому смотрим на стрелочки и направляемся к нашему гейту друзья естественно в аэропорту доломана есть зал для курения если вы хотите покурить то в этом сложности нет вам просто нужно его найти этот зал для курения чтобы вам было понятно он находится возле 36 гейта смотрите буквально напротив 36 гейта кстати зал для курения достаточно очень приятно он намного приятнее чем в аэропорту анталии находится прямо в самом аэропорту вот в аэропорту анталии зал для курения находится немножко так вот снаружи то есть вы можете ощутить свежий воздух доломане он находится полностью внутри есть растение это натуральное растение живые друзья есть столики со стульями можно присесть и спокойно покурить друзья где-то минут за 40 45 начинается посадка на самолет вам просто нужно встать в очередь когда подойдет ваша очередь нужно будет показать ваш билет и паспорт после этого либо по телетрапу либо с помощью шаттлбаса вас доставят на борт самолета тут перед сам выходом друзья у вас просто отсканирует билет и дальше мы направляемся самому самолету процедуру сканирования я вам не показывал друзья потому что не все можно снимать в аэропорту но сложности в этом никаких нет на билете есть вот такой вот штрих-код вот его и сканируют посадка на борт самолета у нас будет осуществляться через телетрап друзья так что шаттлбаса по перрону у нас не будет мы сразу из терминала попадаем сам самолет друзья на входе команда стюардов посмотрит ваши билеты подскажут вам какой части самолета находятся ваши места и идете занимаете ваши места на этом все друзья надеюсь я вам показал все необходимые нюансы по обратному вылету из аэропорта доломан но если у вас остались какие-то вопросы вы обязательно пишите в комментариях под этим видео либо просто напишите ваш отзыв по аэропорту заломан под этим видео подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока